Это программа «Мой район». Да, это большой проблемой. Каким-то элементарным правилом. Я не говорю о том, что это должна быть серьезная дрессировка, а может быть, это просто какие-то элементарные нормы. Потому что не все действительно это знают. Я знаю, что у меня подруги, у которых собаки достаточно неуправляемые просто. И они обращались к серьезным кинологам и так далее, и так далее, и так далее. Но на это нужно и время, и поиски. А если есть возможность в своем районе посетить вот такие курсы, то я думаю, что это было бы очень здорово. Мало того, это нашло бы горячий отклик, между прочим. Настя, как вы считаете, у Алены Юрьевны перспективная для этой платформы, в которой вы уже ориентируетесь? Я думаю, что предложение очень актуальное. Во-первых, потому что это очень удобно будет для многих граждан где-то вблизи своего дома найти такое подходящее место, где бы они смогли бы провести своим питомцам время. И обучиться чему-то новому. Потому что, прости, пожалуйста, мы как-то говорили о площадках, да? Что площадки для животных, это тоже здорово. И у них какие-то там и развлечения, и так далее. То есть для этого есть определенные места. Это действительно замечательно. Я могу дополнить, что после проекта как раз-таки появилось достаточно большое количество площадок. Я очень люблю собак, и у меня всегда были собаки, и разные, был Резеншнауцер. Поэтому, а сейчас я не представляю, как бы сейчас я с Резеншнауцером гуляла. Так сказать, конечно, я бы, наверное, пользовалась площадками. У нас была отдельная передача. Да, конечно, я вот помню очень хорошо. Площадки. Я просто не знал, что город Идеи имел отношение к запуску вот этих обновленных вот этих площадок. Проконсультируйте прямо сейчас, вот помочь Алене Юрьевне. Да, с начала мы заходим на сайт город Идеи непосредственно и нажимаем, ну, если у вас есть учетная запись на МОСРУ, то через нее просто заходим. Вы попадаете в личный кабинет непосредственно. Здесь у вас появляется иконка. И дальше вы нажимаете «Предложить идею», выбираете подходящую для вас сферу. Как видите, здесь представлено очень много сфер, и с каждым годом они только увеличиваются. Пишем название нашей идеи, например, кинологические курсы. И пишем, что мы хотим. Предлагаю. Организовать. Организовать кинологические курсы. В каком районе? Или в парке в каком? В Тверском. Ну, давайте. В Тверском районе. И все. И вы отправляете идею. И статус идеи потом у вас просто отобразится в вашем личном кабинете. То есть, Настя, Алене не ждать, что ей кто-то прозвонит, а она должна сама отслеживать это? Да, в личном кабинете будет статус измениться. Кто-то будет голосовать за эту идею. Как вообще это все происходит? Идея отправляется на модерацию, и в течение какого-то времени люди, которые там работают, они рассматривают. Ну, это дни, недели, месяцы. Обычно не больше семи дней. Не больше семи дней. Ну, мне, по крайней мере, приходят до семи дней. То есть, проводят какой-то мониторинг определенный. Рассматривают, да. И потом приходит отбивка о том, что либо идея будет реализована, либо идея отклонена. Скажем так, это зависит от масштаба идеи. Некоторые идеи могут быть воплощены спустя лишь некоторое время. Где-то это месяц, где-то это год, где-то, может быть, и 5-10 лет. Например, тот мир, в котором мы живем сейчас, задумывался достаточно давно, лет 5-7 назад. И, наверное, проводят еще, как сказать, мониторинг нужности этой истории. Ну, насколько это актуально. Безусловно, экономическая составляющая практически. А у нас сколько ваших идей было одобрено, и сколько отвергло? У меня было подано достаточно большое количество идей. Более 20 штук я подавала. И в рамках проектов, и просто через раздел предложить идею. На данный момент 4 идеи моих, они реализованы. Вот самые для меня яркие, запоминающиеся, это, наверное, были в рамках проекта Парк Горького. Я предлагала провести турниры по бонбентону. Также лекции были на свежем воздухе, я тоже предлагала, потому что Парк Горького — это достаточно большая территория, которая охватывает и Воробьевы горы, и Парк Музеон. Поэтому приятно провести время летом на свежем воздухе и послушать что-то полезное, какую-то лекцию. А танцевальные площадки не предлагала? А танцевальные площадки? Нет, эту идею предложила моя подруга, когда-то давно, еще больше двух, да, наверное, года два назад. Она предложила эту идею, как раз-таки в тот момент она меня и познакомила с данным сайтом. То есть, в случае, с ее подачей по бонбану, да? Да, да, да. Ну, я как бы два года назад, вот когда она мне рассказала про этот потрясающий сайт, что можно свои инициативы предлагать, ну, как-то я не особо к этому отнеслась. Потом забыла совсем про это, но спустя какое-то время я проходила, гуляла в парк и увидела мероприятие, там латиноамериканские танцы были. Вот, я подошла, и изначально я подумала, что это проводится мероприятие в рамках активного долголетия. Вот, но когда я подошла поближе, я поняла, что это просто занятие для всех желающих, для всех тех, кто гуляет в парке, проходит, то есть вы можете присоединиться и потанцевать, прекрасно провести время. И потом, через некоторое время, я как раз-таки встретилась с подругой, рассказала ей о том, что я видела, и она мне сказала, что это была ее идея. И после того, как я убедилась и увидела своими глазами то, что идеи по-настоящему реализуют, я начала более активно принимать участие в самих проектах и также подавать идеи через раздел «Предложить идею». То есть я правильно понимаю, что человек вот эту идею как-то предлагает, в реализации он не участвует и может даже не знать, что она была реализована? Да, это можно отслеживать на сайте, то есть в личном кабинете и на сайте. Вы можете заходить и смотреть, там раз в какое-то время обновляются данные и по идеям, которые в проектах люди подают, и также вот отдельно в разделе «Предложить идею». Александр, вы тоже не участвуете в реализации проектов, которые предлагаете? В большей части реализации занимаются профессионалы, именно те люди, которые отвечают за данную сферу. Мы можем написать концепт, мы можем так или иначе обсудить детали. Во время краудсортинг-проекта мы не только подаем идеи, мы еще и ведем обсуждение. Ты мозг идеи. Скажем так, мы в какой-то степени можем являться и мозгом, и в то же время наблюдателем. Затем какая-то идея может воплощаться, потому что есть отдельный раздел с фотографиями, и мы можем заместить фотографии того, что было сделано по нашим предложениям в том числе, по предложениям других участников. Это своего рода такая открытая площадка, где все видно, где каждый может посмотреть, что происходит, на каком этапе реализации находится та или иная идея. Какие-то проекты, допустим, только начали реализовываться, там одна-две идеи воплощены, подано и принято 60 в реализацию, но пока что. Ого, 60. Конечно, все зависит от масштаба, от масштаба задач, но все это в любом случае принятое в реализацию, будет так или иначе воплощено. Либо близко, либо чаще даже в том самом виде, в котором идею подавал конкретный человек. Вот, например, у нас был проект по скверу по улице юности, его обустройству. Там я предложил, допустим, мачту перекрестного видеонаблюдения, тогда вот у нас еще умных камер было не особо много, включая алгоритмы, то, как это будет работать, и, соответственно, декоративный проектор, так, чтобы можно было даже в зимнее время видеть красивые проекции, динамические картинки, которые бы проецировались на площадку парка. Вот именно в таком виде это было реализовано, поэтому можете побывать на сквере улицы юности, посмотреть, как это все сделано. Слава богу, что у нас такие талантливые люди и столько идей у них. Здесь даже не только талантливые, а что они еще вот, ну... Активные. Активные, да. Да, да, конечно. Вот, поэтому всех призываю заниматься краудсорсингом, участвовать в подобного рода активностях. На самом деле, не надо быть большим профессионалом или суперэрудированным человеком. Достаточно иметь желание сделать что-то или предложить хотя бы что-то для нашего города. Вы ведь имели отношение к запуску этого сервиса «Город идей»? Скажем так, я имел отношение к его трансформации, поскольку изначально сайт МОСРУ, собственно, домен, который является окном входа во все остальные сервисы, он был информационным. Появился сервис «Активный гражданин», когда каждый может сообщить о какой-то проблеме и тут же непосредственно получить обратную связь от ответственных служб. Плюс, опять-таки, за это выдаются поощрительные баллы. Если мы проявляем активность, эти баллы потом можно обменять на промокоды, подарки, какие-то легкие сувениры, поощрения. Есть сайт «Миллион призов». Многие об нем знают. «Кто не знает, теперь будут знать». И, соответственно, у человека должна быть мотивация, чтобы он не только видел результаты своего труда, но так или иначе получал какую-то пусть маленькую материальную составляющую, понимал, что его мнения, его голос важны, что город в этом нуждается, что его слышат, и то, что он может привнести, так или иначе сама его активность поощряется. Это и голосование, это и возможность обсудить другие идеи, предложения. Все это на сайте города идей представлено в полном объеме, а если не представлено, и вам чего-то не хватает, вы можете подать идею, это тоже будет рассмотрено. Что еще появилось в Москве благодаря вашим идеям? Мы научили город учиться, мы сделали его динамически развивающимся, как живая система. Замечательный проект «Умный город 2030», который, собственно, и определил облик столицы, вот все те вещи, которые стали нам привычны, интернет вещей, перенос всех коммуникаций под землю, так, чтобы у нас не висели провода. Может быть, скоро появятся сады уже на крышах, уже идет озеленение такого рода. Микроэнергетика, микрогенерация, когда у нас каждый человек, допустим, может поставить маленькую на балконе или солнечную панель, или ветряк, и, соответственно, вырабатываемую энергию в общую сеть отправлять, еще за это что-то получать. Все эти предложения, которые рассматриваются, в том числе и на платформе, когда они сводятся с экспертами, выявляются общие стратегии развития и того, какие предложения, в какой срок будут реализованы, какие взаимодополняют друг друга, какие имеют системный характер, скажу термин, синергетический эффект. Вот самый простой пример, допустим, вот как у нас оценивается загруженность трафика по сигналу мобильного телефона. Позволяет за счет технологии анализа данных выстраивать и маршруты, и трафик, и движение, и самое главное, оптимизировать ресурсы для того, чтобы у нас не было переплат, не было ожидания доставки долгой, не было задержек. Какой стал удобный, красивый, вкусный, потрясающий город. Какой-то просто невероятный город будущего, правда. Благодаря вот таким людям, конечно, будет еще лучше, но просто-просто здорово. Ну что ж, Александр, Алена, Анастасия, огромное вам спасибо. Город будущего. Спасибо вам. Это вот очень-очень верная определение для нашей столицы. И как раз вот после рекламы мы продолжим разговор о городе будущего, Москве.